Привет! С вами канал Фактория. Чтобы не забираться каждый раз на кровать, как на Эверест, стоит поставить рядом с ней вот такие ступеньки. Они сильно упростят вам жизнь. Невысокие девушки часто сталкиваются с проблемой нанесения макияжа в ванной, потому что не могут достаточно близко находиться рядом с зеркалом. Как видите, кому-то для этого даже приходится залезать в раковину. Со стороны это смотрится просто безумно, но что поделать? Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш Телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Чтобы сильно не выделяться на совместных фотографиях, порой приходится вставать на носки. Главное, чтобы вас не фотографировали в полный рост. Вот так поступают, когда политик хочет смотреть на своего оппонента свысока. На готовом видео вы этого и не заметите. Когда по долгу службы тебе приходится разбираться с правонарушителями, может произойти нечто подобное. За барной стойкой вы будете выглядеть немного странно, но самая большая проблема — забраться на стул, которые рядом с баром всегда очень высокие. Хотите лайфхак при покупке штанов, если ваш рост ниже среднего? Присматривайтесь к бриджам. На вас они будут смотреться, как обычные штаны и обрезать не придется. Даже в такой замечательный момент, как свадьба, может возникнуть проблема. Например, если ваш высокий друг повесил свадебное платье под самый потолок, чтобы оно не помялось. Выбор автомобиля — крайне ответственное занятие для низкорослого человека, поэтому он вряд ли будет рассматривать какой-то большой внедорожник. Но проблема может возникнуть, если ваш друг — владелец такой машины, и он предложил вам прокатиться. В парке аттракционов некоторые горки могут стать недоступными из-за того, что вы не проходите по стандартам, и это очень расстраивает экстремалов. Во время шоппинга низким девушкам необходимо объединяться, чтобы рассмотреть одежду, которая находится на верхних вешалках. Заниматься в тренажерном зале без сторонней помощи также не всегда удается. Это и пыталась продемонстрировать нам девушка, которая жить не может без спорта. Солнцезащитный козырек в машине становится абсолютно бесполезным, ведь все, что он может закрыть от солнца — это лоб. Очевидно, что у низких людей маленький размер обуви. В боулинге такие размеры считаются детскими, поэтому им выдают кеды на липучках. Я уже сказал, что платье выбрать в обычном магазине крайне сложно. Но знаете, что отлично превращается в платье? Любая майка обычного размера. Во время поцелуев вечно приходится искать на что встать, чтобы не тянуться друг к другу. Приобретая при этом не самую удобную позу. Любая готовка не может обойтись без табуретки. Иначе просто будет не видно, что там вообще происходит в кастрюле. Особенно, когда готовишь на всю семью в больших объемах. Перелеты всегда полны трудностей. Особенно, когда пытаешься убрать ручную кладь на полочку. Зато маленькое пространство между сидениями скорее всего не будет создавать дискомфорта. Без посторонней помощи с этими полками вряд ли удастся справиться. Поэтому бортпроводники очень ценятся низкорослыми людьми. В результате очистки авто от снега у средства передвижения может появиться причудливая прическа в тех местах, где низкий человек не смог дотянуться. Та же ситуация происходит и с лобовым стеклом. До центральных участков руки дотягиваются далеко не у каждого, и это может создать большие неудобства во время езды. Если вы обладаете небольшим ростом и хотите точно быть уверены в том, что увидите любимого артиста на концерте, выход есть! Носите с собой раскладной стул! Даже если вы находитесь на переднем плане, нет стопроцентной вероятности, что вас будет видно. У фотографа, стоящего слишком близко, появится выбор, обрезать голову одному человеку или всем остальным. На работе также возникают трудности при небольшом росте. Единственный выход — всюду носить с собой такую стремянку. В групповых объятиях существует огромный риск, что вас просто раздавят. Именно поэтому низкие люди не особо любят подобные занятия. Многие приравнивают вашу голову к подлокотникам, и это вряд ли может кого-то обрадовать. Так что ни в коем случае не делайте этого со своими невысокими знакомыми. Практически каждая девушка любит надевать с ног сшибательные платья, если для этого есть повод. Но вот для девушек с маленьким ростом очень сложно подобрать платье, которое им действительно нравится. Как вы уже поняли, в общественных местах низкие люди часто сталкиваются с различными трудностями. Одна из таких проблем — это дозаторы для мыла, до которых зачастую практически невозможно дотянуться. Один из креативных подходов к решению проблемы с предметами на верхних полках — использовать для этого специальные щипцы. Люстры с выключателями на веревочке вы точно никогда не увидите в доме невысокого человека, для них это крайне непрактичный предмет интерьера. Как и для высоких людей, для низких не существует единого размера одежды. Поэтому во время остановок в отелях можно сделать смешные фотографии. Когда нанимаешь низкого человека, который должен будет держать подобный рекламный баннер, ситуация может выйти из-под контроля. Прохожим издалека будет казаться, будто реклама живет своей жизнью. Верхние полки, до которых человек среднего роста достает без особых затруднений, в глазах низкорослых выглядят вот так. Не каждая машина будет подходить вам физиологически. Один из главных критериев выбора нового автомобиля — это высота педалей. Появляется тяжелый выбор — опустить водительское кресло, чтобы достать до педали или поднять его повыше, чтобы собственно видеть из-за руля, что вообще происходит на дороге. Каждый человек постоянно хочет вас поднять, особенно для фотографий. Пожалуй, это одна из самых раздражающих проблем всех невысоких людей. Обычные домашние дела больше похожи на подготовку к олимпиаде. Некоторые просто садятся на кухонный гарнитур, чтобы достать продукты из шкафчиков, а кому-то и вовсе приходится становиться в полный рост. Люди с ростом ниже среднего — настоящие чемпионы по игре в прятки. Правда, из-за этого игра может затянуться на очень долго. Перестановка мебели без сторонней помощи — это еще одно крайне сложное испытание. Даже не описать словами, как это выглядит, поэтому просто взгляните своими глазами. Кухонные настенные шкафчики — тоже вечные враги людей с маленьким ростом. Те, кому лень заморачиваться с табуретками, включают режим Тарзана, лазая подобным образом по всей кухне. Девушка, выложившая эту фотографию, рассказала, что вот так выглядит ее детский велосипед на фоне велосипедов ее друзей. Такое простое действие, как «дать пять» иногда тоже превращается в проблему. Особенно, когда высокий друг решил пошутить и поднять руку повыше. Товары, стоящие на верхних полках, зачастую заставляют почувствовать себя альпинистом. Ведь, чтобы достать их, некоторые решают карабкаться по стеллажу. Если ты низкого роста, это не значит, что у тебя не получится доминировать над остальными людьми. И эта парочка яркий тому пример. Чтобы достать вещи со дна стиральной машинки с вертикальной загрузкой, приходится буквально нырять в нее. Такое зрелище может сильно позабавить ваших друзей, если они это увидят. Актер и комик Кевин Харт для того, чтобы выглядеть на своей свадебной фотографии выше, находился к фотографу ближе на несколько шагов, чем его жена. Это создало эффект, будто они одного роста. Друзья всегда считают, что вы отличная подставка для их рук. Это заметно на многих фотографиях с невысокими людьми. Одна из самых главных трудностей — найти одежду подходящего размера. Поэтому постоянное посещение ателье гарантировано. Особенно если речь идет о костюме. Есть и другой, менее затратный выход — присматриваться к одежде в детских отделах. На этой фотографии видно, что размеры на детском манекене идеально подойдут этой женщине. Если на совместной фотографии низкого человека забыли поставить на передний план, то может произойти примерно такая ситуация. 10. Нет такого стула или кресла, на котором бы у вас ноги не свисали. В некоторых ситуациях это вызывает дикое неудобство, а также неуместно может выглядеть на деловых встречах. 11. Каждый раз приходится использовать подручные предметы, чтобы достать что-то с верхней полки. В супермаркете, например, для этого отлично подойдет тележка. 12. А вот так выглядит каждый концерт глазами низкого человека, поэтому иногда кажется, что деньги были потрачены зря, ведь кроме спины впереди стоящего ничего не видно. 13. Каждый раз, когда вы собираетесь отдохнуть на природе, а в машине не хватает места на всю компанию, вам предлагают прокатиться в багажнике. 14. Некоторые политики, рост которых ниже среднего, стараются как-то выкручиваться, чтобы на публике выглядеть чуть выше, чем они есть на самом деле. Снятие денег в банкомате порой превращается в какое-то испытание. Неужели эта женщина всегда носит с собой булыжник? А эта девушка не додумалась взять с собой какой-то предмет в качестве подставки. Она полагается на свои навыки скалолаза. А пока на этом все, подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.